Ислам, христианство, иудаизм, как прийти к истине, друзья? Давайте узнаем, наконец-то, а то я всё не могу никак прийти к истине. Дорогой друг, я обращаюсь к тебе как к человеку. И неважно, ты христианин или иудей, буддист или индуист, не имеет значения, поклоняешься... А шедовист где? Опять притеснение шедовиста. Ты идолом или ты атеист? Я не поклоняюсь идолом. Я не атеист. Верующий или сторонник светского образа жизни? Я не верующий, я не сторонник светского образа жизни. Вы не поверите, но я вне полов, да. То есть он не обращается ко мне, он обращается ко всем людям, кроме меня. Что происходит? Блин. К тебе как к человеку. Я не человек. Я сменок. Ты когда-нибудь спрашивал себя, почему ты веришь в то, во что... А, искусственный отбор это и обряд инициации, когда молодым людям, что не прошли отбор, запрещают размножаться. В том числе, да. Ну, вполне. Как я к нему отношусь? Ну... Ну, а кто ему на самом деле запретит размножаться физически, чисто физически? В теории он может взять, украсть женщину, например, человек, не прошедший искусственный отбор, и размножиться с ней. Искусственный отбор это тоже определенного рода абстракция, понимаете? Нельзя провести абсолютный искусственный отбор. И физически он ненаблюдаем. Финническая горилла, я не знаю, кто я, никто, и так далее, и так далее. Кто веришь? Да, задумывался. Задумывался ли ты когда-нибудь о причине, из-за которой ты выбрал свою религию? Я отказался от выбора, и поэтому я сейчас здесь. Я выбрал стриминг. Часть первая. Почему ты веришь в это? Чаще всего, наверное, все же из-за того, что ты воспитываешься в определенной культуре. В этой культуре есть определенные предрасположенности, и большинство подавляющие людей таким образом... ...выбирает себе сторону. Метлическая горилла, я не знаю, что это за слово, но я полагаю, оно не очень хорошее. Да, вот оно сейчас появится, видимо. Олег Богданов. Лично меня в православие привел Алистер Кроули и Остин Спейн. ...второго не знаю, но с Алистером Кроули прикольно. Если ты христианин, то задумывался ли ты когда-нибудь, почему ты веришь, что Иисус Христов... Есть сложные пути, Олег Богданов. Я думаю, есть очень сложные пути. Но не все пути... Ну, пути большинства людей довольно-таки простые. Спасибо, Метлическая горилла, за информацию. ...это единственный путь к вечному спасению. Неужели ради спасения требуется распятие Бога Пророка? Кстати, вот эта вот фишка с распятием Бога Пророка, это клево. Но в том плане, что это хороший религиозный ход. Я считаю, что он позаимствовал... Ну, то есть, если мы не воспринимаем христианство как истину и подумаем, откуда оно позаимствовало вот эту вот идею, а оно позаимствовало его, скорее всего, не из других религий, потому что в других религиях такое вот... Ну, нечасто встречается. Я вижу, знаете, какую параллель между Сократом и Иисусом? Сократ тоже, получается, особым образом жертвует собой, чтобы при этом следовать определенным законам этого человечества. И город приносит его, получается, в жертву. В жертву. Сократ умирает, и при этом он сам осознает, что он идет на смерть, и он сам эту смерть даже провоцирует. Вот. Александр, кого мне смотреть, кроме вас, разумнеется, чтобы стать умнее? Ну, не знаю, например, Диор. Да, Диор, смешно. Хороший ответ Диор. Васила можно смотреть. Да, в принципе, можно смотреть кого угодно. Ежесармат вполне подойдет. Я знаю. Убер-маргинал вполне подойдет. Да, даже, наверное, заговор искусств вполне подойдет. Вот у нас просто с ним такие локальные терки. Я не думаю, что к ним стоит относиться, ну, прям вот радикально и серьезно, что вот прям вот-вот-вот вообще. Хоть у него имеется жесткая такая шизофазичность в его речи, его трудно воспринимать в целом. Особенно человеку, который вообще к философии не имеет прямого отношения. Но, наверное, это все равно в некий плюс уйдет. Трэш-смеша и Панчина, кстати, тоже, наверное, можно смотреть, потому что, ну... Для обывателя даже они, в принципе, гении. Так-то... Они приводят какие-то аргументы и что-то пытаются делать. Сунаде, я смотрю комфу Марго 17-го года. Я про западных в целом спрашиваю. Кстати, западных я не смотрю стримеров, к сожалению. Нужно ли Богу распинать самого себя, чтобы спасти других? Ну, вот это клевая фишка для христианства. То есть, в христианстве присутствует свобода воли, это во-первых. И Бог не может просто так явиться и сказать, вот вы плохие, пошли-ка нахер, давайте я вас исправлю сейчас. А вот есть хорошие, и все хорошо, все нормально, всех простил, все сделал. Все круто. Там как раз игра со свободой воли идет. Как сделать так, чтобы люди со свободной волей направили себя к Господу, получается. Это очень сложная тема на самом деле. Ты действительно веришь, что твой Бог не один, а что их на самом деле три? Нет, и он один. Ну, то есть, в христианстве он один. В трех лицах, правда. Ки как отец, сын, ки... Вообще, мусульмане любят говорить, что их трое там. Ну, потому что это их аргументы, потому что у нас самый настоящий монотеизм. А вот у христиан дерьмо, как бы. Вот-вот-вот, как бы аргумент мусульман. Такой вот самый банальный, самый простой. Red Room знаю, вроде как. Там такой худощавый парень ведет, и он очень грамотно все рассказывает и весело. Если он, то да. И Святой Дух. Я на него подписан даже, вроде. Как могут три сущности в то же время быть одной? Так дело в том, что они просто одна сущность, получается, как бы. Это просто еще одна фишка христианства, как бы, такая неплохая. Библия на самом деле Словом Бога. Вся ли она является Словом Божьим? Сохранилась ли она по прошествии времени неизменной, без добавлений или пропусков? Нет. Нет. Кто из апостолов Иисуса достоин, чтобы следовать за его книгой и жизнью? И почему? И получается, они же все достойны. То есть, потому что они апостолы. Метовическая горилла, что происходит? Я сказал, что я слышал. Что с тобой? Я слышал про него, да. Задавал ли ты себе все эти вопросы, или хотя бы некоторые из них? Какова судьба тех, кто противоречит вам, и почему? Как вы относитесь к христианам, которые не принадлежат вашей церкви? Нормально. Вы когда-нибудь спрашивали себя, каковы те принципы, благодаря которым вы решаете, какие верования и... Видишь, как гориллу я ответил на вопрос, я не знаю. Я даже подробно не ответил. Я смотрел хороший канал. Там же такой худой такой парень. Пишут Твинк. И он очень хорошо, интересно и весело ведет. Тут Олег Богданов пишет, жаль, что в Коране корректировок больше, чем в Библии. Да, скорее всего, есть такое. Истины и достойны следователи. У Библии основная проблема с переводами в основном, потому что, да, вот так вот получилось. Слишком много языков прям вот влилось как-то вот через этот текст. Прошло через него. Каковы критерии истинной веры, и как сойтись на них? Вы, которые верите в иудаизм, вы когда-нибудь задумывались, каковы истинные основы вашей религии, и почему вы... Смысл истинной основы религии. ...верите в них, в то время как другие не верят? Почему столпом вашей веры является вера в то, что Бог, или Иегова, или Элохим, это Бог только для вас, иудеев? Ну, потому что это клёво. Почему вы... Потому что это делает евреев великим, избранным народом, самым крутым, самым клёвым, непобедимым, вообще самым-самым-самым-самым крутым. Если с ним что-то происходит, это вообще супергрех, вообще мирового масштаба. ...верите в него, будучи убеждёнными, что он совершил грех... У евреев мы не антисемиты, вообще-то, ни в коем случае, но у них жёсткий национализм, в этом смысле, получается, благодаря именно этой вере. Русские, кстати, пытаются заимствовать, видимо, у тех же евреев этот самый национализм, там, Бог с русскими, Бог защищает русских, и так далее, и так далее, и так далее. Олег Богданов пишет, ну да, в разных версиях септу-гиант различий больше, чем с моцарецкими текстами. Ну, кстати, здесь я уже вообще ничего не понимаю, что написано, я не очень здесь прокачан. ...и что он до сих пор плачет из-за сожаления за свой грех. Может ли быть Богом тот, кто плачет, сожалеет и причитает? Почему нет? В каком смысле он это делает? Какая его реинкарнация, какое там тело его, может быть, это делает, или не тело, то есть всё, что угодно, может быть. Каково доказательство вашей веры? Многие отвечают, вера не требует доказательств. Проблема, наверное, заключается, опять же, в том, что вопрос задаётся из христианства. Слышали про New Age? Слышал. Так, проблема в том, что вопрос задаётся из христианства. Там крайне актуален вопрос как раз о том, вот, разделение веры и знания. И поэтому со стороны знания мы можем задать вопрос вере. А какие доказательства у тебя вера? А вера такая, а у меня нет доказательств, я в них не нуждаюсь. И вот эта вот история перекидывания вот этого вот аргумента туда и обратно в разных формах продолжается уже на протяжении огромного количества лет, даже внутри самой христианской религии, как бы это было просто. И что интересно, христианская философия средневековья, вот тому хороший пример, потому что там как раз и ведётся вот это вот, с одной стороны, некоторое противостояние знания и веры. Уже одни мыслители пытались сказать, что ну да, знание, оно же дополняет веру, это же так классно и круто, да, Тересили очень избитая тема. Проблема просто в том, что мы сейчас, я не знаю, как там в других аврамических религиях, там есть действительно разделение тупо на знания и тупо на веру. В христианстве оно просто есть. И оно ведено именно христианами. И в европейской культуре оно прижилось. И очень хорошо прижилось. Как там в других аврамических, я не знаю. Но в других религиях этого просто тупо нет. То есть буддисту сказать, что вот твоя вера, 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 буддист. Такой, чё, вера? Я сижу, я практикую целый день, чувак. Я как бы вот так вот сижу, медитирую. Какая вера? Олег пишет, Богданов. Я недавно, мягко говоря, охренел, когда увидел, что ислам творил на протяжении 1400 лет своего существования. Бедные христиане и индусы. Всякое бывало, всякое бывало. Но не весь ислам, видимо, таков. Признают ли Тору все секты иудеев? Все ли иудеи единодушны хотя бы в определении слова иудеи? Разве обещание Бога было дано только иудеям? Метвижская горелла угорает. Никита Буллер на самом деле, наверное, уже нет. Мы это видео будем смотреть до 8.30 где-то, я полагаю. И мы больше ничего не успеем. Но можешь заказать на 15-е число, и до Ежи Сармата мы сможем посмотреть видео. Прости их. Если оно будет заказано раньше, я хотя бы буду знать, что надо прийти пораньше. Если нет, я приду в 17 часов. Как это так? Какова судьба иудейских сект, которые противоречат вам? И еще, какова судьба других религий? Метвижская горелла реально угарнул. Да, ислам это не созлает. Так случайно вышло. Статуи Будды разрушались. И многие... Ислам вообще, кстати, очень сильно не любит всевозможные построения, которые так или иначе могут быть притянуты в виде идолов. Ислам отрицает любое идолопоклонничество, кроме поклонению Аллаху. И даже и то изображение и Аллаха, и Мухаммеда делать нельзя. Любое идолопоклонничество, особенно с изображениями этих идолов, они мусульманами обычно разрушаются, когда мусульмане приходят на эти земли. Это как бы вот прям вот такая стандартная практика. Очень часто. Это вполне типа нормальным считается. Ну, потому что не возведи себе кумира с одной стороны, получается. Особенно среди смертных существ, и особенно тех существ, которые вообще не являются этими самыми существами. То есть выдуманных каких-то идолов тоже надо уничтожать. Там такая логика. Это как бы, понимаете, такое просвещение. Просвещение только в рамках ислама получается. То же самое, что люди из просвещения делают, но только вот с уклоном на ислам. Ну, проблем было много, да. Вы, которые верите в индуизм. А что такое индуизм? Что такое вера в индуизм вообще? Что такое индуизм? Какой индуизм? Какое из нескольких там десятков, может быть сотен учений, течений, это индуизм? Ты уверены, что истинная и приемлемая форма жизненного цикла это реинкарнация? Что такое реинкарнация, кстати? В индийской культуре много трактовок того, что такое реинкарнация. Приемлема ли она для всех людей? Какова судьба тех, кто не верит в это? Они будут перерождаться дальше. Разве эмоциональное ощущение это истинный критерий веры? Почему этот вопрос задается индусам? Многие как раз наоборот пытаются избавиться от всяких эмоций, привязанностей, которые возникают в этом самом мире. Потому что привязанности ведут к страданиям и к радостям. К радостям и к страданиям, но во большей части к страданиям. Потому что мы не можем постоянно поддерживать определенный уровень радости, большой, высокий. И когда мы когда-то там в жизни испытали великие, замечательные радости, мы потом хотим повторить это как-то, но у нас постоянно-постоянно-постоянно не получается. И это печально. И это вызывает у нас не радость, а наоборот горесть. Сохранена ли ваша книга от любых добавлений или наоборот недомолвок? В индуизме прям очень много упанишат. Полина спрашивает. Для вас лично, есть ли в Нью-Эйдж что-то интересное? Читали ли Блаватскую? Листал, не очень люблю околомистические тексты, честно говоря. Поэтому как-то вот так вот. Не могу. Не могу что-то подробнее сказать. Вы, которые... Цунадо сделаю хайлайт, думаю, этого до разбора мне нравится. Вы верите в буддизм. У вас действительно есть доказательства, что Будда сын Божий и... Что? Что? Кто? Куда? Когда? Какой Будда сын Божий? Что? Спасибо, ХЗ. Спасибо, ХЗ. Это стих получается полный. Так. Продолжаем. Вот тут начинается самое интересное. В общем, когда люди, не разбирающиеся в буддизме, доходят до буддизма, начинается самое интересное. И спаситель человечества от всех несчастий и страданий, что он понесет все их грехи и вернется. Кстати, тут небольшая проблема, понимаете? В буддизме, с одной стороны, все очень сложно. Но там цель. Там цель, которой нужно стремиться. Там не цель, которая в любом случае будет достигнута. В христианстве, например, финал предрешен. Все понятно. Понятно, что случится в конце. Уже известно, в принципе. Ну, то есть, уже понимаем, что там будет в конце. И уже проблема у нас личная. Как мы должны к этому прийти сами? И от нашего прихода к определенным состояниям, в принципе, в мире ничего не изменится. То есть, все произойдет так, как должно произойти. То есть, там цель самоисполняется. В буддизме, наоборот, наверное. Там каждое существо, каждый атман, который на самом деле тоже анатман, потому что с атманом буддизм очень сложные дела обстоят. Вообще-то непонятно, есть, не есть. И в каком смысле Будда говорил, что его нет, что именно есть, и что именно перерождается. Там очень все сложно. Так вот. Цель буддизма, то есть, перевести всех из сансары в нирвану, это необязательное условие итоговое. То есть, ну, не обязательно случится. Но, возможно, случится, если просветленные будут хорошо работать и переводить, переводить и переводить. Чтобы избавить мир от всего зла и грехов. Вы, которые утверждаете... Не от зла и грехов, а от страдания. Дайте, что не верите в Бога. Страдание проистекает из незнания, то есть, из овидии. А отрицательная, в общем-то, приставка. Видия вижу. То есть, не вижу. Вот. Неведение. Невидение даже. Кто тогда создал вас? Кто создал вас из ничего? Почему вы были созданы? Получается, вы рождаетесь, а затем умираете и... Атеисты чаще всего... Не все атеисты. Атеизм вообще сложная вещь в целом. То есть, не слитая какая-то вот такая вот организация. Но научные атеисты, которых в наше время большинство, и это самый банальный тип атеиста, который только можно себе представить, они опираются на науку. Ну, то есть, все, я как бы ответил на этот вопрос, все. Что будет после смерти, они сдохнут, все, и исчезнут, в ничто уйдут. Придаетесь забвению? Да. Забвение, ничто. До свидания. Вам нравится жить с такой мыслью? Ну, например, Ричард Докинс, один из самых модных атеистов, наоборот, говорит, что это даже хорошо. Ну, умрем и умрем, уйдем в ничто. Зато сейчас мы можем, в принципе, жить хорошо. Можем наслаждаться жизнью, не ограничивать себя какими-то неправильными этическими постулатами, которые проповедуются религиями различными. Ведь значительная часть вот этих вот всяких религиозных этических постулатов, они нужны исключительно внутри самой религии, чтобы работал механизм этой самой религии. Ну, то есть, например, в христианстве есть различные заповеди, и есть различные грехи. Ну, например, злоупотребление едой, пищей. Ну, то есть, это нехорошо, потому что человек не будет думать о Боге, он будет жадным и так далее, и так далее, и так далее. В общем, будет умножать различные грехи и не будет стремиться к самому главному. Но если христианская теория не верна, то и, в принципе, кушать можно многое, хорошо, можно нажраться, стать жирным и наслаждаться вот этим вот, и умереть каких-нибудь заболеваний, но быть довольным, что ты провел большую часть жизни, поедая прекрасную, замечательную пищу. Каждый человек обязан верить в некую силу, к которой он возвратится, которая... Ммм, не обязан. ...пределяет его образ жизни, и от которой он... Кто круче, Деус Вульд или Иншаллах? Валар Маргулис, вроде как, это так, да, звучит? Вот что круче. Кстати, мне нравится религия вот этих вот чуваков, которые лица меняют, она прикольная. ...в случае страха или в момент смерти. Аргумент к эмоциям. Мой брат по Адаму. Ты совершенно уверен в своей вере. Ты знаешь, что твоя религия истина, а все остальные ложные. Итак, ты готов поставить на кон свою бессмертную душу, чтобы доказать это? И вместе с тем, задумался ли ты хорошенько, что в мире существует более 24 официальных религий и более 100 верований? Хмм... Слава Ситису тоже, да, классика. Так, 24 официальных религии. В смысле, они зарегистрированы, да, получается, сейчас уже существующие, интересно. И более 100 верований, а еще философские школы вообще существуют. Я не знаю, что такое официальная религия. Я думаю, это официальная религия в том смысле, что она зарегистрирована на государственном уровне. И из-за этого получает определенные привилегии в разных государствах. Думаю, об этом речь. Знаете ли вы, что христианство включает в себя тысячи сект, и что все они... Реально? Вот этого я не знал. И насколько оно себя их включает... Ух, тоже интересный вопрос. ...утверждают, что обладают конечной истиной. Ну, христианство включает в себя секты, наверное, вообще неправильно так говорить. Потому что христианство исключает из себя секты, поэтому они являются сектами. А простым обывателям нужны жесткие пишутся надо системообразующие постулаты и табу, ибо его мировоззрение не способно вместить в себя всю разнообразность и многогранность философии. Может быть, в каком-то смысле это так, но вообще, а нужно ли вмещать в себя эту разнообразность и многогранность философии? На самом деле, путь даже по одному какому-нибудь, в какую-нибудь одну сторону, в сторону христианства, это путь в хорошем случае, в лучшем случае, если человек старается, если человек пытается, это путь очень насыщенный. Это путь с колоссальным количеством опыта, это путь, в котором можно узнать очень много чего, прочитать много литературы, много рассуждений. То есть, каждая, каждая религия, каждая религия, и наука там, и ислам, и христианство, и даже некоторые философские школы предлагают такое большое количество текстов, такое большое количество размышлений над этими текстами, такое большое количество, не знаю, опыта, невероятного опыта, и даже, может быть, в некоторых случаях ни с чем не сравнивого опыта, что для того, чтобы реально хорошо разобраться в этих учениях, нужно затратить колоссальное количество вот из своей жизни. И вот эти вот простые обыватели, да, простые обыватели, да, но это не то чтобы даже в них проблема. Проблема в людях еще более высокого уровня, который есть внутри всех этих самых религий. Но они не могут никак выбраться из этой проблемы, потому что это их путь. Это их путь и это нормально. Ну, то есть, всякое такое вот религиозное явление, они тоже многогранны, понимаете, в некотором смысле, и тоже в некотором смысле даже разнообразны. И большое колоссальное количество опыта, которое там проявляется, ну это прям вот, это невероятно, это же очень круто. В этом и заключается вся проблема. Это не просто там, ну какие-то там чуваки что-то придумали, там чуть-чуть написали, ну и все, ерунда. Ничего не доказано, ничего неинтересно, никаких аргументов там нет, ну просто фуфло. Все сложнее, все значительно сложнее. Сознаете ли вы, что любой истинный представитель своей религии является благочестивым и честным человеком так же, как и вы? Знаете ли вы, что его вера так же крепка, как и ваша? Знаете ли вы, что он тоже с убежденностью читает священное писание? Знаете ли вы, что он так же убежден в доказательствах своей веры? Он был свидетелем чудес своей религии? Не, ну это просто нормально, секты как раз и определяются по отделению. Горилла пишет, так-то мне христианство больше импонирует. Многие моменты напрягают там, правда, но слишком уж произвольная природа прыжка веры отталкивает меня. Но можно без прыжка веры, можно прыжком знания попробовать проникнуть в христианство, а потом уже поверить, например. Разные пути к христианству тоже существуют, и это исключать тоже нельзя. К религиям тоже не одним путем приходят. Но один, наверное, самый распространенный есть. А некоторые из них утверждают, что чувствуют присутствие Бога и даже слышат его голос. Они следуют его совершенным советам и покорно притворяют их в жизнь. Они любят его неописуемо... А истина где? Хочу истину уже. Они так же и с таким же энтузиазмом могут защищать свою веру, как вы защищаете свою. Вы расходитесь с ними как... Сейчас, короче, давайте узнаем, что за канал. И узнаем вообще, что... Студия Истиома. Истиома, не знаю, непонятно, непонятно. Что-то исламское похоже на... Так и в малых вопросах. Но они не могут быть все истинны. Так ведь? Конец первой части. Конец первой части. Сейчас он скажет. Могут! Каждый может быть истинен по-своему. Вот это тоже шизофазия такого определенного уровня. Какова природа истинной религии? Вот. Часть вторая. По каким критериям разумные люди определяют, какова истинная религия? Я думаю, адепты исламского мира переварят постмодерн, ввиду того, что постмодерна физически не существует. Вообще, в принципе, физически. У него нет материального постулирования самого себя, как это есть у ислама. Ислам очень материален в том смысле, что у него есть многочисленные мечети, модерсет. Наверное, кстати, вот ислам одна из немногих религий, которая сохранила более-менее приемлемое религиозное образование внутри себя, что сильно. Для религии это вообще доличие собственного образования очень сильно. Когда черт с ним спас модерн, когда модерн. Ну, когда ядерные ракеты долетят до ислама, мы не поддерживаем, кстати, это. Тогда я и разберусь с ним. Ну, после любой большой войны модернистические общества вроде европейского сметут ислам с лица земли легко, скорее всего. Проблема только в том, что ислам уже погрузился отчасти в Европу, поэтому да, сложности тоже возникнут. Но с исламским миром разобраться сейчас чисто физически очень просто. Просто нужна большая война. Я не поддерживаю войну, не хочу, чтобы эта война случилась, но что-то случится и все будет плохо. Критериев вера в Бога. Так, клевые, в общем, критерии. Все, буддизм, до свидания. Конфуцианство, до свидания. Кто-то читает конфуцианство религии просто, конфуцианство, до свидания. Человек должен верить в какое-нибудь божество. Почему? Он может назвать его богом или чем-то другим. Это может быть дерево, планета, женщина, картина или любимый певец. Благо спрашивает, когда война хорошо, не знаю. Неми понятия. Итак, человек должен верить во что-то, зачем он будет следовать и что-то. Да, особенно в певца. Это ИМГ. В ПНГ лучше. Вера в ПНГ. Он будет строить... Ребят, давайте поверим в ПНГ. ...жизнь согласна ему, и он даже готов умереть за него. И это то, что мы называем поклонением. Даже умереть за него, ну, это не всегда входит в число непосредственно атрибутов поклонения, на самом-то деле. Что касается истинного бога, то он является создателем. Он знает обо всех скрытых делах. Он ведающий о сокровенном. Он обладатель мощи и воли. А доказательства будут? Там мужик просто требовал в прошлой первой части доказательства. Доказательства, пожалуйста. Доказательства. Он мудрый. Мудрый, мудрый. Доказательства. Он делает, происходит по его мудрости. Да, да, да. Доказательства. Он справедливый. Доказательства. И вследствие его справедливости он вознаграждает и наказывает. Да, 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 да. Вот он истинный. У него есть связь с людьми. Какая? Он не был бы Господом людей, если бы он просто создал их, а затем бросил бы на произвол судеб. Почему нет? Вполне был бы Господом, если бы бросил их. Почему нет? Ну, то есть. Поэтому он отправил посланников к людям, чтобы разъяснить для них истинный путь и сообщить людям о его порядке. А первая часть зачем была? И тот, кто будет соблюдать установленный... А, каким образом, каких посланников, какой именно список посланников нас интересует? ...им порядок удостоится награды, а тот, кто отвергнет его, будет удостоен наказания. Обязательно должна существовать обитель награды. Почему обязательно должна существовать обитель награды? Грады. Представляете, представьте себе религию, в которой есть только наказание. Вот это да. Кстати, могут быть такие религии вполне, почему нет? ...является рай, а также... Может быть, мы сейчас живем в раю? И сейчас у вас есть возможность смотреть на Александра Шадова, а в аду у вас будет, в общем, очень-очень весело, с вами будут общаться, друзья. В аду вы будете смотреть заговор искусств только. ...битель наказания. Чем является ад? Если он не способен отправить их в одно из этих мест... В христианстве ад, как я понял, не место. По крайней мере, не везде. Ад это как некоторое место, куда все отправляются. ...то он не истинный бог. В буддизме есть что-то вроде, условно, рая, но это то есть стать девой, богом, одним из богов, одним из индийских божеств и быть классным, быть постоянно в благе, постоянно чувствовать хорошее состояние всегда. Вот что такое дева. Ашура немножко пониже. А еще немножко и немножко пониже, там в самом низу есть такой вот ад, где живут нароки. Но это не то, чтобы ад в христианском представлении, не то, чтобы ад в представлении Данте, например. Но это что-то называют адом, просто переводчики любят переводить слова более-менее похожим таким образом, ну чтобы вы прям совсем не запутались. Мы живем в лучшем из возможных миров, потому что у нас есть Илья Лазарев. Религия. Мы должны найти точное определение религии, поскольку если религия это образ жизни и дорога в следующую жизнь, то она должна... Я думаю, вам понадобится словарик Дугина для этого. ...иметь атрибуты истинной религии. Так. А истинная религия, как я понял, это тупо аврамическая религия. Ну, было заявлено такие вот атрибуты, которые присущи преимущественно аврамическим религиям. Значит, истинная религия, аврамическая религия. Мы сузили спектр поиска. Вот истинная религия. У нее должны быть атрибуты истинной религии. Значит, у определения должны быть атрибуты истинной религии. Значит, это одна из аврамических религий, как минимум. Поехали. Первое. Она должна быть близка к истинной природе человека. Не знаю, что такое природа человека, в принципе. Вот в принципе, не знаю, хоть убейте. Что входит в природу человека, я даже не определю. И отображать все хорошие качества и черты человека. А почему не плохие? Что такое плохое и хорошее? Как отделить плохое качество от хорошего? По какому признаку мы отделяем плохое качество от хорошего? Второе. Универсальность. Понятно, хорошо. Подходящая для всех поколений, для всех стран и людей. Нет такой религии, к сожалению. All kinds. Ну, то есть, до свидания, иудаизм. Как бы, до свидания. Осталось две религии у нас в топе. Ислам против христианства, друзья, сейчас идет. Так, для всех поколений, для всех поколений, для всех поколений. Ну, ислам и христианство, они в принципе, не знаю. Они могут... Они могут совершенствоваться. Могут совершенствоваться, поэтому вот так вот. Но какой-нибудь более древний ислам или более древнее христианство, они не подходят для современных поколений. Вот в чем такая проблема. Но все религии, в принципе, могут меняться. Так или иначе, эволюционировать. И наука меняется, эволюционирует. И философские учения меняются постепенно, эволюционирует. Это, в принципе, тоже нормально. Это должна быть религия, которая не изменяется в соответствии с прихотями людей. Ладно, из нашего списка удалились пока все религии, существующие, судя вот по последнему тезису. Потому что все религии так или иначе меняются по прихотям людей, потому что они подстраиваются по generations поколения. Основы этой религии должны быть ясными и очевидными. Она не обязана... О, ладно, все, вообще все религии ушли. Так что такие, до свидания, до свидания. Мы не будем здесь. ...иметь видимых и ощутимых образов. И в ней не должно быть посредников между человеком и богом. Религию не следует исповедовать, основываясь только лишь на эмоциональной стороне. Она должна иметь очевидные и надежные доказательства. Очевидных и надежных доказательств нет даже у науки, простите меня, конечно. То есть, лол, до свидания. Все, вообще все, до свидания. Можно посчитать комменты, да. Напомните, когда мы закончим видео смотреть, там еще куча времени. Религия должна затрагивать все стороны жизни и во все времена. Почему? Ни одна религия не затрагивает все стороны жизни и во все времена, к сожалению. Она должна подходить как для этой жизни, так и для последующей. А что такое последующая жизнь и как создать религию, чтобы она подходила к последующей жизни, если мы не знаем, что это такое? Где она? Она должна строить как тело, так и дух. Почему? Ну, то есть, сейчас по его списку истинной религии ни одна не подходит просто из существующих. Клево. Пятое. Эта религия должна защищать жизнь и честь людей, а также их имущество. И слава... В смысле имущество? В смысле имущество? Зачем? Сейчас, смотрите. Имущество. Ручка. Моя. Я ее купил. Она действительно моя. Кто-нибудь может ее у меня взять? Вы не поверите, может. Ну, в принципе, я, может, даже не замечу, что эту ручку у меня взяли. То есть... И даже этого человека не посадят в тюрьму, представляете? И, может быть, даже он не отправится в ад после того, как он украдет у меня ручку. Но ручка при этом моя, и это моя собственность. И ни одна религия эту собственность не защищает. Хотя в христианстве есть «не укради», но... Соответствует природе человека, и в нем нет противоречий. И поэтому ислам – это религия естественной предрасположенности. Это был панч. Вот это был панч. Да, понятно. Для всех ли поколений подходит ислам? Нет. Для всех ли непосредственно... Что там было еще с поколениями именно связано, с переменами? Что он не должен подстраиваться. Должен подстраиваться. Если бы ислам не подстраивался, сейчас у нас была бы третья мировая война, как минимум. Это было бы очень плохо. Прежде всего для ислама. Что дальше получается-то с этого? Очень прикольно. Ислам подстраивался. Все религии подстраивались. Но вот так получилось. Всемогущий Бог создал человека и определил для него путь, которому он должен следовать. Да, есть свини, но тоже нельзя. Очень-очень странно тоже, да. Этот путь полностью подходит природе и нуждам человека. Этот путь и есть религия. И кто откажется следовать этой религии, умрет, окажется в состоянии хаоса, нестабильности, а также духовного и психического дискомфорта. Ладно, относительно аргумента про разные нации, то есть то, что для всех людей, для всех людей, вне зависимости от их рас, это действительно соответствует исламу, но и христианству. Ну, то есть чувак просто подобрал все тезисы, которые так или иначе близко подходят к исламу, но не все, правда, близко подходили к исламу, честно скажем. И говорит, вот истинная религия, вот ее определение, и только одна религия истина является в соответствии с этим определением. Там, конечно, можно поспорить с разными аспектами, но он просто к этому привел. В дополнение к мучениям в вечной жизни. Исламская вера имеет ясные убеждения. Она недовольствуется лишь установлением повелений и учений посредством абстрактных обстоятельств и строгих приказов. В отличие от других религий, в исламе нет таких понятий, как «верь слепо» или «верь слепо». Да, нет таких понятий, как «верь слепо», друзья, все. Поэтому все отлично, все замечательно. И это значит... Не знаю, что это значит. Веруй, а затем узнавай, или закрой свои глаза и следуй за мной. Проблема в том, что вера, как таковая, в принципе, свойственна христианству. Это его фишка, это его способ, способ, это его способ, способ христианства победить греческую, античную и римскую философию. И набор греческих и римских религий. То есть, что было еще противопоставить? Что было еще противопоставить мощной логической греческой машине, например? Что можно было противопоставить различным греческим течениям и учениям, которые, в принципе, пытались громить христианство, в том числе? Как вести апологетику против всего этого? Сформировалась такая интересная система. И это свойственно, ну, по преимуществу для христианства, да. Зачем он употребляет слово «верь» и почему это плохо, вообще, я тоже не понимаю, честно говоря. Нормально, по-моему. Ислам обращается не только к сердцу или духу и не берет их за основу своих убеждений. Он также разъясняет вопросы с помощью очевидных и убеждений. О, да. Очевидные доказательства, окей. Убедительных рассуждений. Да, да, очень очевидные и убедительные рассуждения, конечно. С условием, что Коран, одна из самых коротких священных книг, ну, среди вот основных религиозных текстов мировых религий, очень-очень подробно разъясняет. Ну, это практически сборник афоризмов, если вы не читали Коран, почитайте, это похоже на сборник афоризмов. Причем это тоже неплохо, это как бы, я вот не пытаюсь здесь прям вот критиковать ислам, я критикую это видео непосредственно. Ясных доказательств, которые убеждают разум. Проблема Корана как раз заключается в том, что там нет ясных доказательств, и чтобы его разъяснить, нужно еще куча текстов. И чтобы вообще жить по Корану и как-то образовывать государство, культуру на базе Корана, нужно было создать несколько правовых школ, как минимум. Как минимум, ну, потому что непонятно, как это все работает и как это все трактовать вообще-то. И поэтому их несколько, разные правовые школы, потому что в Коране ничего не написано толком, как это все делать. И не только в Коране, в Сунах это все не написано, понимаете, и в Акбарах это все не написано, как все правильно сделать. Поэтому у нас несколько правовых школ, которые так или иначе трактуют Коран, Суны, иногда Акбары. И с этим как-то приходится работать, потому что там ясности как таковой нет. К сожалению, нет, ну, или к счастью, я не знаю, как это. И проникает в сердце. Ну, скорее всего, он сразу был изменен. То есть, в момент написания, скорее всего, и был изменен. Смотря на различия между странами и цивилизациями, он остался таким же, каким он был неспослан. И он по-прежнему руководит жизнью мусульман, как в делах мирской жизни. Соглашусь, по крайней мере, с тем, что жизнь мусульман изменилась в значительной степени меньше, чем жизнь, например, христиан за последние 200 лет, например. Ислам более постоянный. Хотя есть исключения. Арабские эмираты прямо вот вообще норму живут. Но все равно ислам может похвастаться действительно не только прекрасными мечетями, но и при мечетях нередко находятся модерсе, то есть образовательные учреждения соответствующие, религиозные. Что клево. Что, в принципе, тоже очень круто. Так и в вечной. Вроде бы они распространены значительно больше, чем в церковно-приходские школы, например. В Коране представлены доказательства божественного сотворения Вселенной. Доказательства будут предъявлены просто. Я читал Коран на русском и на английском языках, к сожалению, на арабском не владею. Хотелось бы узнать. О духе, о существовании Бога, а также о его единстве и совершенстве. А доказательства? Там на самом деле сборник афориймов, как бы, чувак, ну лол, давай. И он также есть доказательства о воскрешении, о способности Бога сотворить человека, небеса, землю, а также оживлении земли. А доказательства-то там есть? Ну просто вот даже не знаю. В Библии это раскрывается последовательно через ряд историй, притч, там постепенно выстраивается та или иная антология. Там доказательств, в принципе, тоже нет, как бы. Но это более последовательно все идет, вот так вот, по ступенечкам, по ступенечкам, по ступенечкам, по ступенечкам. Идет, 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 как бы. И это не считалось доказательством просто в самом начале, а в исламе что такое доказывается? ...земли после смерти. В Коране говорится о мудрости Бога, благодаря которой он награждается... А в христианстве и иудаизме тоже? ...вершающих благое... То же самое. ...и наказывает творящих зло. Исламская религия охватывает все стороны жизни. Она гибкая, поскольку близка человеческой природе. С человеческой природой вообще к черту человеческую природу. Относительно того, что она гибкая. Ее подстраивали непосредственно после создания текстов. То есть основных текстов ислама. Корана, Сунн и Акбаров. Акбары к шиитам отходят, а Сунны, в общем-то, доминируют непосредственно у суннитов. Поэтому они и сунниты. Так вот. Ислам, он как раз применялся как такая система теократического государства. То есть ислам сам по себе очень тесно влился в государственность. Вот тех самых исламских регионов. И в этом смысле, да. Да, ислам действительно един и с юриспруденцией араб, арабского региона и вообще мусульманских регионов. Так или иначе. Он един не только с юриспруденцией. Он охватывает вообще всю жизнь человека. По суннам, по сути, можно жить. Да, я согласен с этим тезисом. Просто в суннах изложено, как нужно жить. Но этих сунн очень много. Они противоречат немножко друг другу. Там разные показания, разные непосредственно... В общем, разные истории там изложены. О деяниях и словах речах пророка Мухаммеда. Спасибо, деталек. Да, Олег Богданов, я согласен, что все подобные видео похожи. Много пыли, оформление почти идентичное, голоса схожие. И Господь создал человека... Просто он требовал сначала доказательства, а потом, ну лол, ну ислам просто без доказательств. ...в соответствии с ее правилами. Нет мусульманина, который не знал бы признаков истины. Нет буддиста, который не знал бы признаков истины. Точнее, признаков того, что мы живем в иллюзорном мире. А есть еще мир реальный, который мы сможем увидеть с помощью чистого восприятия. Например, как это у матхиамиков происходит. Почему бы и нет? Почему бы идет? Да, тоже знает. Ах, христианин не знает признаков? Знает. Как это? Иудаин знает? Знает. Все знают. Вселенная ведет его к единству Бога всемогущего. Да, окей. То, с чем пришел Мухаммад, мир ему и благословение доказывает... Съеди Мухаммада, хорошо, хорошо, Мухаммад. ...возывает его правдивость и пророчество. Мусульманин абсолютно точно знает, что тот, кто утверждает, что Бог это третий из трех... Ну, это сразу было понятно, что очень похоже на исламскую критику. Третий из трех, вот оно, да, действительно. ...является заблудшим. И также, кто считает, что Бог устал и решил отдохнуть в субботу, после того, как создал небеса и землю... Ну, это может быть образ. ...является заблудшим неверующим. К иудаистам куда более такой вот аргумент против них может применяться. Ну, то, что они, по сути, националисты жесткие, как бы. То, что они считают себя святым, избранным, единственным, крутым народом. А, как бы, да. Мусульманин также убежден в неверии и заблуждении идолопоклонников. Да, действительно. А заблудшие атеисты в еще более худшем положении. Почему? Конец второй части. Часть третья. Ну, все понятно, окей. Человек не знает правду о сущности своей души. Он не ведает о будущем, которое впереди. И поэтому человек не в состоянии устанавливать постоянные законы и постановления, которые подходили бы ко всем временам и поколениям. Ну, ислам тоже не может. Вот в чем проблема. Ко всем народам и поколениям, ну, что-то не очень люди хотят принимать постановление ислама. Но вот, к сожалению, всех народов и поколений, кроме определенных. Всемогущий создатель, всезнающий. Он полностью ведает о сотворении людей. Олег пишет. Кстати, самый любопытный батл религиозный между современными сторонниками христианского гностицизма и христианами. Да и в целом внутри системы споры наиболее любопытные, чем между разными религиями. Согласен, Олег. Потому что понимание больше. Понимание концепции друг друга значительно больше. И споры чаще всего ведутся по каким-то частным аспектам. Поэтому, да, спор может быть более содержательный. Он обладает абсолютным знанием того, что происходило в прошлом, что происходит в настоящем и что будет происходить в будущем. Что в исламе про будущее, кстати. Поэтому ни один человек не может создать гибкие законы, которые будут подходить ко всем временам и землям. Конечно, если этот человек не является посланником Господа. Но Мухаммеда не получилось, поэтому что он? Он не посланник? Ну как управлял? Разрушал некоторые культуры. В различных странах и в разное время на протяжении сотен лет. Да, да, да. И уничтожал эти культуры отчасти. Прикольно. Хорошо. И в этом благородном законе не было ни одной проблемы без соответствующего ей решения. Согласен с определенными натяжками. Действительно, все проблемы решались. Очень коммунистические, кстати, решались. Поэтому, ну, нормально. Хорошо. Засчитано. Я не знаю, Глокстер, кого подобное может чему-то склонить. Но чувак просто накидал кучу утверждений. Я думаю, вообще, непосредственно грамотный мусульманин мог бы сделать это значительно лучше. Но здесь просто чувак не очень грамотный. И сегодня, в наше время ускоренного развития и выдающихся достижений... Ислам, Коран служат самым главным, да, непосредственно нашим ориентированным. Эта мысль ясно подтверждена. Наш шариатский закон заявил о себе еще в большей степени в наше время. О, да. Да, так как он себя... Несмотря на слабость его последователей. Потому что ислам соответствует всем человеческим требованиям и нуждам. А как он себя заявил в современности? Ислам может существовать и развиваться на протяжении веков, сохраняя полную жизненную силу и гибкость. Ислам — это система, давшая миру самые укоренившиеся и прочные законы. Шариат превосходит любой другой закон на поверхности земли. Пусть эти слова будут для вас отправной точкой. Продолжайте искать и вы. Благодаря своей природе, своему сердцу и разуму придете к Богу. Существующему, начинающему, единому и создателю всего сущего. Ведь ты ищешь религию, которая приведет и познакомит тебя с Богом. Ну че, у автора видео все очень плохо, как я понимаю, с головой, немножко. А это проблема.